Всем привет, я Даша! Я в таком чудном виде, потому что скоро Новый год, хочется создавать какое-то настроение, и это единственное, до чего додумался мой унылый мозг. А ещё я спешу переделиться с вами радостью, просто неземной. Я принимала в этом году участие в проекте Нана Райма. Впервые, если кто не знает, Нана Райма это такой международный проект для того, что для тех, кто хочет написать книгу, заметите. Это такой марафон, где вы только пишите, 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 пишите и пишите, пишите, ничего не правите, править будете потом. И цель это написать 50 тысяч слов за месяц, я правила за 29 дней. Обращаю, молодец, молодец, Даша! Вот, я непременно сниму отдельное видео о своих впечатлениях. Но пока давайте поговорим о том, что я прочитала за этот месяц. Прочитала я не так много, как обычно в этом году я читала, в огромнейших объёмах, потому что, сами понимаете, Нана Райма, он отнимал очень много времени, потому что 1667 слов в день — это одна глава и где-то примерно. И на всё остальное просто времени мало было, хотя мне чтение именно очень помогало продвигаться в этом моём стремлении и преодолевать творческие разные кризисы, которые я познала просто во всех их видах. Итак, открывает наш список прочитанного за месяц книга, которую я уже читала однажды, по-моему, в 2017 году. Осталась чрезвычайно довольна, хотела всё перечитать, и, наконец, я это сделала. Петербург. Названия улиц. Происхождение назвалось. Улиц и проспектов, река каналов, мостов и островов. Вторая автор. Алексей Владимирович и Алексей Ерофеев. В общем, мне эта книга помогла при написании моей книги, потому что там речь идёт о блокадном Ленинграде. 41-й год, январе, и кое в чём я получила вдохновение отсюда, хотя у меня не было изначально такой цели. Просто так уж вышло. Как можно судить по названию? Книга просто напичкана потрясающим количеством самых разных данных о Санкт-Петербурге. Поразительно, но ни разу не побывав в этом городе, я почему-то его безмерно обожаю. И, конечно, когда у меня выпадает случай почитать что-либо о нём, я с радостью этим случаем пользуюсь. В книге написано не только вот каждое название, почему оно такое возникло и когда это случилось, но и также, допустим, называется Маринский театр. И описывается, а вот была такая Маринка, императрица, и она там покровительствовала, и вот в честь неё, поэтому так вот назвали. И очень о многих людях, начиная с императора и заканчивая выдающимися войнами в периодах Второй мировой войны, такая краткая, ёмкая, лаконичная, но безумно интересная идёт повествование. Я прям в информационном смысле. Эта книга лучше очень многих учебников, и, будь моей волей, я бы её включила в обязательную школьную программу. Хотя, конечно, объём не для слабонервных, но не для слабонервных, и я люблю всё объёмное, и поэтому моя просто огромная любовь к этой книге и поклон до земли тем, кто её написал. Это, кстати, единственный случай, когда я специально для книги заказывала наклейки, но на самом деле полуспециально, потому что как раз в тот период, когда я планировала читать эту книгу, я залезла на сайт по продаже открыток за новогодними открытками и увидела там набор наклеечек о Санкт-Петербурге, так как я в тот момент уже у меня в голове созревал план, что я хочу прочитать эту книгу, я заказала эти наклеечки и не начинала писать, пока они не пришли. Ну, вот так вот вышло. Далее, я читала книгу, называется «Коллекционер» Джон Фаулс, автор. На самом деле, немножко побаивалась, потому что и по названию, и по сути книга схожа с другой, под названием «Парфюмер». Есть шикарная экранизация французская, но эта книга «Парфюмер», имею в виду, не совсем не зашла, она безумно интересная, я с интересом с ней ознакомилась, но в ней иногда автор, мне кажется, перебарщивает чуть-чуть с описаниями разными, и это порой вводило в уныние. Поэтому я так немножечко так опасалась, начинала читать коллекционера, но все-таки набралась храбрости, решимости, начала и не пожалела. Здесь главный герой, он, вы, извините, я иногда поглядываю в окошко, у нас уже который день идет снег, причем не вот варит, а вот так кружит поэтично, как помните эту песню «Кружится, кружится, летает». Вот, красиво так поэтично, я не могу не смотреть в окно. Вернемся к нашим барам, это главный герой Моньяк. Он восхищается издалека, тайно одной девушкой, как-то у него так, он ничего такого не планировал преступного, но, как-то так получается, что он ее похищает слегка. Интересно, что обычно книги подобного толка, они ставят читателя своего перед фактом. Вот преступник, вот его жертва, он придурок, она святая, ее надо же непременно жалеть, читайте об этом. Здесь нет, здесь немножко не так. Во-первых, у вас может сложиться незначенное отношение к главной героине, к жертве ситуации. Боюсь, вы не всегда будете ее жалеть, потому что она немножечко лицемерна, она говорит о себе, что она некогда не является снобом, что среди ее друзей такой умной, интеллигентной, всей себя и возвышенной творческой натуры. И несмотря на это, она дружит очень с обычными, с самыми простыми людьми. И уже в этой характеристике кроется ее настоящая нотра. То есть она, получается, признает, что она выше уже этими словами. И позже мы можем убедиться, что она и правда себя держит выше вот этих вот всех плебеев. Поэтому, конечно, ее жалко, что она попала в такую непростую ситуацию. Но, с другой стороны, мы смотрим на ее характер, который не всегда читать ему может быть приятен. С другой стороны, мы видим уже не готового преступника. Мы видим, как он развивается в этом своем плане, как вот это все в нем формируется, растет. И безумно интересно, что одна половина книги рассказывает нам о нем, о его деятельности от первого лица, от него самого. А вторая половина книги от имени жертвы идет в повествовании. За этим очень интересно наблюдать. И концовка здесь не сказать, что предсказуемая. Я в диком восторге. Эта книга вошла в число моих особых любимых. И когда я буду в конце года, а он уже совсем-совсем скоро, снимать вам видео о моих самых таких любимых книгах 2020-го, чтобы он скорее уже, блин, наконец пошел. Она непременной. Я считаю, в этот список войдет. Далее. Я просто была обязана прочитать эту книгу, потому что так мне велела игра, которой я следую на Лаврибе. Называется «Собери их всех». «Бумажная принцесса» Эрин Уатт. Мне не надо было прочитать книгу, где есть хотя бы одна эротическая сцена. Таких книг я не знаю. Помимо «Прекрасной толстушки». Но «Прекрасную толстушку» мне читать не хотелось. И я просто стала искать какие-нибудь приличные книги с неприличными сценами. Я их не нашла. Ну, в общем, а тут я увидела видео, где одна девушка отзывалась об одном произведении, как на полную эротическую сцену. Я думаю, ну ладно, ну допустим. Ну, хорошо. «Бумажная принцесса» автор Эрин Уатт. Это такая золушка. Здесь главная героиня. Только вместо метлы у нее в руках шест для стриптиза. А вместо «Прекрасного принца» прошловатый, испорченный, с очень замашками такими... Я не нахожу емкого слова, приличного, чтобы его характеризовать. Ну, в общем, да, «Принца на белом коне» из вот сказок ему расти. Еще надо как-то развиваться, потому что пока не дотягивает. Дотягивает только вот своим состоянием. Смогла я дочитать книгу только за счет того, что у автора, в принципе, очень такой увлекательный язык, хороший слог. Она неплохо пишет. Если бы она писала в другом ключе, уверена, я бы получала от этого большее удовольствие. И вы не думайте, я не хожу в пубертатный период. Я почитывала книги, где были эротические сцены. Так, теперь по слабым местам. Такое ощущение, что, как и я, автор... Ну, не могу же я не похвастаться лишний раз. В общем, автор такое ощущение, что Ставра была загнана в узкие рамки за месяц написать книгу, и потом она не редактировала ее, потому что здесь достаточно многовато слабых мест. Например, главная героиня очень слабая, она особо, ну, просто очень. Ее ревиз по жизни «Лучшая защита нападения». Это такая вот прям тигрица, которая привыкла, что надо выживать, привыкла всего добиваться, привыкла, что... Ну, в общем, ей в рот пальцы не клади. Но при этом она росла без отца всю свою жизнь, и все, что она знает о нем – это имя. И тут, когда объявляется на пороге лучшую руку ее отца, уже усопшего, к сожалению, и говорит, что есть письмо, но когда она выражает желание «Дай почитать!», он говорит «Нет, тебе надо выспаться, отдохнуть, и утомить тебе его дам». Вообще, в соответствии с ее характером, она должна была взбуртнуть, льнуть его ногой и отнять это письмо, если у нее говорим, то есть силами, но нет, она послушательно разворачивается, идет в спальню и там спит. А вот он читает письмо. Не совсем соответствует ее характеру. Также мне странно, что подъехав к дому, которое написано дальше, что он очень вычурный, очень большой, и вообще к нему применимо в огромных количествах слова «очень», сначала она замечает, что стоят несколько машин, не одна, а вот именно несколько, и говорит некоторое время вот с этим самым другом своего отца, и потом замечает дом. Ну, вроде как, как мне кажется, должно быть наоборот. Притом весь книг, вся книга абсолютно класширована, здесь шаблон на шаблоне, и шаблон на погоняет, и все сплошное под такое типичное для жанра. И это... Еще один такой моментик, не очень реалистичный. Я люблю, чтобы персонаж развивался в своей книге, чтобы были правдоподобные моменты, но тут абсолютно все в школе главной героини невероятно красиво. Ну, она хоть бы пошутила по этому поводу, что вот все такие красавчики, будто все прям подряд строим, ходили под ножи хирурга, и оттуда все вышли, и поэтому вот это так. Ну, нет, она это воспринимает как абсолютно нормальную вещь, и при этом она и сама очень красивая, и, ну, мне кажется, ну, если человека не с каким-то дефектом во внешности, то хотя бы одного нормального, просто со стандартной внешностью, пожалуйста, ставьте. И еще один момент, возможно, делать в переводе. Вот я не в самом авторе, но здесь очень много встречается одинаковых слов в соседних предложениях. Давайте посмотрим. Я у нее писала вот самый такой выпиющий отрывок. Нет, совсем не справедливо, что этот парень, такой сексуальный, к тому же все в его облике так и кричит плохой парень. И это делает его еще более привлекательным. Похоже, мне нравятся плохие парни. Стоп, а что это я вообще думаю? Мне не нравятся плохие парни. Вот так и хочется подарить автору слова-синонимов. Ну, как бы друг отца тоже такое странное. Он не стесняется сношаться со своей любовницей в соседних помещениях со своими детьми. Не стесняется при этом всякие охи, вздохи, стоны во всю мощь просто, что в другом квартале прям слышно. И один раз это происходит фактически на глазах несовершеннолетних. Что, простите, вот серьезно, человек, который занимается разработкой авиасамолетов военных, богатый человек, вот такой себе позволяет. Нет, ну я, конечно, все понимаю, но как-то переборчик, мне кажется. Слишком много яконя тут к слову овы. Помните, я в артестату о парнях приводила. Очень много яконя. Я пошла, я встала, я села. Можно же в первом предложении написать «я», а потом просто без места имения писать. То есть вместо «я подбегаю к забору», подбежа к забору, чтобы рассмотреть что-нибудь, можно написать. Ну, в общем, и так далее, и в таком духе. В общем, интрига хоть какая-то, ну вот чуть-чуточная, появляется только вот в самом конце. Ну ведь может же, ну может, вот, кстати, авторов здесь два, это две девушки, и мне кажется, это усугубляет мое недоумение, потому что, если автор один, этот сам автор может что-то пропустить, редактор, если он был, может что-то пропустить, ну когда их два, отрывки написанные другим, не читают, что ли, не перечит, ну это я не понимаю. Ну, в общем, сюжет вот какой. Ну, по моим словам, что это похоже на Золушку, я думаю, можно догадаться, что главная героиня, она сирота, которая вынуждена зарабатывать на жизнь, подрабатывая в стептизе. Тут объявляется богатненький дружок ее у отца, говорит, давай жить у меня в доме, у меня там, есть, правда, шлавливые сыновья, но ты их немножко потерпи, вы будете как братья с сестрой, вы непременно подружитесь, я тебе обеспечу образование, пошли. И вот она с ним идет, и то, как у нее складываются отношения в этой семье, и рассказывается в книге, это не АД, книга, это цикл, есть продолжение, но я читать не стала. Далее, мне захотелось чего-то очень духовного и культурного, чистого, незапятнанного. Я стала читать книгу под названием автобиография йога. Ее автор Парамаханса Йогананда. Знакомство с этой книгой у меня вот какое. Я мучаюсь бессоннице в результате сильнейшего стресса. И чтобы мне еще было заснуть, я включаю какую-нибудь аудиокнигу, которую мне было бы не очень интересно слушать. Для этого я включаю что-то из того, что я перечитывала так давно и в будущем перечитывать снова не планирую. Тут я прям не знала, что еще включить в нее. Я заслушала то, что у меня там было на прослушке. Я, кстати, таких книг не подключаю, свой список прочитанного, потому что это не прочитанное, это прослушанное. И я просто тыкнула наугад. Это и была автобиография йога. Мне так понравилось, что я решила, я должна это прочитать глазками. Ну и я и стала читать. Сначала может показаться, что просто йога пишет свою автобиографию. Это следует и из названия. Но потом, где-то вот, когда вы переходите за сотню страниц, выясняется же, что он пишет совершенно мудрые, совершенно уникальные вещи. Здесь не только йога или какие-то индуистские штуки. находят здесь есть и про Шиву, и про других богов индуистского пантеона. Пишут даже о науке. И очень такая мудрая вещь. Я чрезвычайно много выписала. Я была просто поражена и ошарашена. И очень интересно читала. Я рекомендую. Далее. В перерывах в своей системе 20 на 20. Я об этой системе расскажу, когда буду снимать отдельное видео на Норайме. Я читала чисто для вдохновения, чтобы проникнуться какой-то определенной атмосферой, пропитаться эмоцией и суметь выплеснуть это на странице книги своей. Хотя уверенно мне это не удалось. я читала блокадную книгу. Вот такую. Перечитывала ее, вернее. Я ее уже однажды читала когда-то. Авторы Алис Адамович и Даниил Кранин. Совершенно чудесная книга. Она написана очень душевно. С такой проникновенностью к событиям этого времени. С такой душевной теплотой, с таким всем пониманием. С такой нескрываемой попыткой достучаться до своего читателя, донести до него определенные мысли, определенные знания. И как можно догадаться, повествует она о блокадном Ленинграде. Все вы знаете, я надеюсь, что ввели во Вторую мировую войну в сентябре замкнулось кольцо вокруг Ленинграда. Конечно, можно было через Ладожское озеро, через авиапути перевозить вещи, но это было очень опасно, потому что вражеские самолеты, они, конечно, старались этому препятствовать. была задача изморить ленинградцев голодом, всем, чтобы впоследствии уничтожить этот город вообще. И о тяжелых временах блокадников эта книга и рассказывается. Здесь есть иллюстрации, здесь есть цитаты из личных дневников, из писем, из воспоминаний. Конечно, Ольга Бергольс это голос эпохи. У нее она не уехала, не эвакуировалась, потому что у ее мужа был такой же диагноз, как у меня, и она осталась в городе, чтобы быть с ним, чтобы помочь ему выживать и вообще существовать вот в этом городе. Повторюсь, это очень душевная книга, и если и читать что-то об этом, то только ее. И даже не меня, а вот все-таки у меня исторический роман, ой, господи, как звучит-то, здесь действительно историческое произведение, основанное на фактах и воспринимание тех, кому не повезло оказаться в этом месте и в это время. Тут прям видно, что авторы всеми фибрами души абсолютно прочувствовали эту ситуацию. Далее у меня была попытка почитать французскую волчицу Мориса Дриона. Это такой эдакий Дюма, а я Дюма, но не смогу обидеться в том, что он так же немножечко лукавит в плане истории, как и его соотечественник, потому что положительное впечатление на меня эта книга не произвела. Автор слишком уж увлекается описанием описания, а не как-то вот сразу с первых строк он обрушивает буквально своего читателя такую небольшую толпку персонажей с подобнейшим описанием книжностей, повадок, характер, кто не такие вообще не ввод постепенно в курс, а вот прям лавиной на голову. И конечно не удается запомнить кто есть кто, я только одного человека запомнила. Вначале правда есть перечень лиц с указаниями таких вот всех людей, но мне это как-то не помогло особо и поэтому я как-то больше пролистала, признаюсь вам честно, хотя в свою электронную книгу я напихала чуть ли не все произведения этого автора, но вот вы знаете, а может быть причина в том, что это цикл и он я начала не с первой книги этого цикла а фактически середины может быть причина в этом я не знаю я почитала немножечко отзыва на Life Libby и там написано что это одна из самых слабых книг этого цикла так что может быть я отдохну немножко приду в себя после этой книги и попытаюсь еще но прям не знаю дальше так как я писать о блокадном Ленинграде было тяжело конечно потому что это очень все трагично и печально поэтому мне захотелось какого-то такого душевного тепла что может быть душевнее чем книги Крапивина я прочитала одну из своих самых любимых вещей у него таких книг у этого автора Царство Небесное у меня много и вот мальчик со шпагой одна из них действие происходит в 70-е годы и главный герой по имени Сережа он сталкивается с непростой ситуацией когда на него нападают подростки из лагеря пионерского в котором он отдыхал и случается настоящее чудо настоящее такое которое ему хватило абсолютно на всю жизнь потом это чудо было объяснено вполне буднично и обычными земными вещами ничего такого сервисного оказывается не было чувства чувства которое он испытал в тот момент когда оно произошло переменило всю его жизнь всю его судьбу и он стал человеком очень справедливым который завидев что с кем-то случилась беда он тут же спешит на помощь не сметанно то что у него у самого в железне не всегда все просто совершенно отдельная книга рекомендую всем и каждому это по-моему первая часть цикла паруса и спады вот есть еще продолжение я кстати сейчас читаю бронзовый мальчик это вторая часть цикла ой как это было душевно вот если бы все читали карпивина я уверена воин в мире не было бы вообще это были эти книги которые я хотела вам сегодня рассказать спасибо что посмотрели всем пока пока и до скорых книг